Али Баташев Али, ну у нас к тебе целый ряд вопросов. И вначале мы хотели бы поговорить именно о гранте президента Российской Федерации. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты вообще оказался вот фактически в списке лучших студентов нашей страны? Подавал ли ты заявку или они заочно сами проводили отбор? Они, скорее всего, сами смотрят с каждого университета, с каждого региона подходящих людей. Они написали, если ты соберешь вот эти документы, оформишь и твою заявку одобрят, то ты станешь официальным прецедентом. Я взялся обеими руками за этот грант, потому что там нормальные деньги дают. Начал собирать подписи, документы. И это с сентября делилось. Буквально две недели назад я получил грант. Ну мы тебя поздравляем с этим событием. Это действительно очень крутое достижение. Ну вот говоря именно о деньгах, о самом гранте, на что можно его потратить? И есть ли у него какое-то целевое назначение? Именно целевого назначения нету, скорее всего. Он как помощь, наверное, в том направлении, в котором ты достиг успехов. То есть я направление спорта достиг успехов и может, чтобы на соревнования, сборы ездить, на экипировку, покупать экипировку. А так можешь тратить куда угодно, не надо их реализовать и показать им отчет, откуда ты их вкладывал. Ну это тогда совсем замечательно на самом-то деле. Ну их надо вкладывать, скорее всего. Ага, ну это сто процентов. Ну вот подскажи, пожалуйста, что ты испытал, какие эмоции, когда узнал, что вот все-таки стал победителем этого гранта и вошел в число лучших студентов нашей страны? Удивления такого не было. Была радость, ну потому что я уже заранее готовился к этому. В сентябре я собирал документы и примерно был готов. Я был бы удивлен, если бы они не дали этот грант, наверное. Утром я просыпаюсь, вижу перевод на большую сумму и обрадовал семью. Сам тоже был очень рад. Ага, ну действительно, очень радостное событие. Ну вот говоря в целом о сфере спорта, подскажи, пожалуйста, как ты пришел в спорт? С чего и со скольки лет, самое главное, ты начал заниматься спортом? В шестом классе. Летом мы решили с моим другом начать заниматься каким-либо спортом. Ну у нас очень было много свободного времени. Ну не очень много, но хотя бы 2-3 часа мы не могли это проводить пустую. Тогда еще телефонов особо, ну как сейчас не было такого. И было скучно. Мы решили заниматься там или боксом, или борьбой. Ну что нашли бы? В нашем селе не было, к сожалению, никакой секции. Мы пошли пешком до соседнего села записаться. Сказались, приходите с сентября. 1 сентября, когда мы пошли на линейку утром, вечером мы пошли, записались и начали тренироваться бесплатно. Тренер Боташев, Завур Шамидевич. И с тех пор я у него тренируюсь. И сколько лет ты уже, получается, тренируешься? Ну в сентябре в этом году будет 6. Ох ты ж, действительно, это уже огромный путь, так сказать. Ну вот, получается, в бокс ты пришел совершенно случайно. То есть если бы там была борьба, ты бы стал борцом. Да, ближайшая просто, скорее всего, это была. И ты все это время, так как секции в твоем селе нет, ходил в соседнее село, чтобы заниматься. И сколько раз в день у тебя тренировки? Обычно, ну в бутние дни, там, когда школа, просто пошел в школу и вечером один раз в спортзал. Ага. А когда готовишься? Когда выходные, ну там, бывают же каникулы, там, неделю, две недели, десять дней. Тогда утром и вечером была тренировка, и мне приходилось утром, вечером, утром два раза и вечером два раза. Ага. А вот подскажи, пожалуйста, насколько большое расстояние от твоего дома, ну приблизительно, до спортзала? Ну, ездить по короткой дороге, там, где-то три, а так чуть больше, ну три, пять, три. То есть... Ну, там с препятствиями дорога была. С детства, сейчас еще ладно, а с детства там каждый раз одна собака умирает там или пропадает, вторая рождается, и каждая гонится за тобой. Одна по-любому не будет меня любить. Или там речку надо перейти. Когда бывает дождь, там, или снег растаял, очень сложно передвигаться вообще. Получается, каждый день с самого раннего возраста ты проходил до тренировки, условно, три километра из тренировки домой три километра, по шесть-семь километров только ради зала. А были ли моменты, когда ты, ну вот, прям не хотел идти преодолевать это расстояние? Что тебя заставляло вот в этот момент, когда ты вот максимально не хочешь идти на тренировку, все равно встать и идти? Ну, во-первых, моя дисциплина, наверное, мое воспитание, что просто нельзя так сложить руки. Тренер тоже, ну, очень строго относится к пропуску тренировки, даже к опозданию, где заранее выходил, чтобы там за пять, за десять минут быть. Да, и сам понимал с детства, ну, прям как начал ходить и ездить на соревнования, сам понимал, что если будешь пропускать, то не будет никакого результата. Ну, или будет такое, как ты пропускаешь. Вторые, третьи места или вообще не призовые. Ну, вот подскажи, пожалуйста, а помнишь ли ты свои первые соревнования? Как они для тебя закончились? Первые соревнования были третьи и четвертые годы, республика. Я там был 33 килограмма, два боя, ну, это недовеска, ну, официальный вес, там, 38,5. Я был как недовеска и два боя провел. Первый бой, ну, до конца дрался, это мой первый бой, первые соревнования. Второй бой я выиграл ввиду явного преимущества, да. Я даже не знал, что, ну, что это означает, я думал, до конца буду драться. И говорят, снимай перчатки, шлем. Да, это круто, на самом-то деле, для первых соревнований. Потом принесли медаль, я обрадовался. То есть, вначале ты даже не понимал, что выиграл, да? Я даже не понимал, вообще, да. Ну, это круто, это, я думаю, смотивировало тебя на дальнейшие достижения, так сказать. Ну, вот на данный момент какие самые крупные соревнования и самые крупные для тебя достижения в этой сфере деятельности? Которых я достиг? Да. В 20-м году я выиграл СКФО, первенство СКФО, и должен был поехать на чемпионат России. Но, к сожалению, из-за пандемии COVID-19 я не смог, ну, отменили ее. Ага. А в 21-м году? В 21-м году я стал призером, там же СКФО, и пришлось отбираться через другой отбор. Ну, бывает, кроме СКФО, другие отборы на Россию. Я поехал в станицу Голубицкую, ну, Краснодарский край, и там отобрался также на Россию. Поехал в 21-м году уже в Барнаул, там стал вторым. И это, ну, норматив мастера спорта. То есть, именно в рамках этих соревнований ты стал, по сути, самым молодым мастером спорта по боксу у нас в республике. Что ты испытал в этот момент, когда вот в столь юном для этой сферы деятельности возрасте стал, ну, фактически, я не знаю, достиг вершины, наверное. Что там дальше? Мастер спорта, а дальше мастер спорта международного класса, да? Только одна ступенька осталась, получается. Нет, есть еще заслуженный мастер спорта. У меня вообще цель – это заслуженный мастер спорта. Просто, ну, ближайший отель, да, международного класса. Ну, я был очень рад, когда выполнил мастер спорта, но я пытался оставаться таким же, ну, не быть высокомерным, так же, ну, надеюсь, я скромный. Оставаться таким же скромным, как и сейчас, и тренироваться еще лучше. Потому что, ну, победы, они тоже очень мотивируют тренироваться. Конечно. И, ну, потеть. Когда видишь результат. Да, да. Ближайшая цель – это также чемпионат России, там уже стать первым, надеюсь. 12 мая в Суздале пройдет. Ага, ну, мы будем, как говорится, держать за тебя кулаки и болеть за тебя всем сердцем и душой. А как так получилось, вот говоря о Барнауле? Ты, получается, проиграл в финале. Что ты испытал, ну, вот в этот момент, когда вот все-таки одного шага не хватило для того, чтобы стать чемпионом? Ну, финальный соперник был очень сложный, техничный. Он был с северной столицы. Бой был, ну, равный. Очень многие говорят, что бой был равный. И некоторые говорят, что я выиграл в бою. Я сам думал, что я, ну, доминирую над соперником. Потом, когда пересматривал бой, можно и тому дать, и мне дать. Ну, было сожаление, конечно. Но я бы смирился потом. Не смирился, не плакал ночами, а просто начал дальше тренироваться. Да, принял. То есть, получается, до оглашения результата ты не знал, что у тебя произойдет. Я думал, сейчас первым стану. И вот, и все, да? Да. Ну, наверное, поэтому говорят, что каждый бой должен заканчиваться досрочно. Чтобы уже не было по-любому возможности это как-то спорить. Отлично, Али. Ну, вот сейчас я бы хотел отметить, что в рамках нашей телепередачи существует такая традиция. Каждая наш гость в конце нашего диалога делает свои определенные пожелания нашим дорогим телесрителям. Что бы ты им хотел пожелать? Более молодым спортсменам, ну, или даже не спортсменам, пусть они, если здоровье позволяет, конечно, начнут тренироваться. В юном возрасте нельзя убивать время впустую. Даже если ты в будущем не хочешь стать профессиональным спортсменом, или, ну, делать карьеру, строить карьеру, то все равно свободное время терять нельзя. Мне бокс очень нравится. Я по сей день не жалею, что я начал заниматься боксом, а не другой. У нас еще в соседнем селе была борьба, в другом соседнем селе. Ну, как-то, наверное, бок направил в правильную сторону, в правильном направлении. Я пошел на бокс. Хочу пожелать там здоровья всем. Второй месяц весны. Погода отличная. Развит. Спасибо большое за твои пожелания. Но я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях был Али Баташев, обладатель гранта президента Российской Федерации. Самый молодой мастер спорта по боксу в Карачаево, Черкесской Республике. Спасибо, Али. Вам спасибо. Спасибо.